Продолжаем движение. Значит, информация следующая о том, как прошла ночь. Расскажу чуть позже. Видите, сколько кровососов, насекомых. Посчитать это просто невозможно. Ладно, по порядку. Значит, на заправке, где рассчитывал заправиться утром, не оказалось бензина. Поэтому буду искать что-нибудь на трассе подходящее. Треск, вы слышите, это микрофон видеорегистратора. Я специально не убираю звук, чтобы по звуку вы могли определить состояние дорожного полотна. Так-то внешне вроде бы все гладко, но картинка обманчива. Двигаюсь по объездной дороге в сторону Томска. Объезжаю Новосибирск. Дорога вроде бы ровная. Микрофон видеорегистратора фиксирует все колебания, дребезжания. Значит, ночь прошла более-менее сносно. Уже сбросил на внешний жесткий диск видеозаписи с карт памяти и допустил глупость. Вышел из автомобиля покурить. Когда вернулся в автомобиль, картина была просто жуткая. Весь салон был забит вот этими кровососами, слепыми оводами. В общем, картина была ужасная. Пришлось включить кондиционер. И включил ионизатор воздуха. Слегка приоткрыл окна. Часть кровососов улетела. Часть забилась в щели. Но их пугает запах озона от ионизатора. Поэтому они предпочитают прятаться. Но спалось нормально, без проблем. Вот такая вот особенность. Вот эти вот насекомые они доставляют много хлопот. Утром машину насколько мог проветрить, проветрил. Старые улетели, залетели новые. Вот снова включил ионизатор. Сейчас их не видно в салоне. Но поверьте, их немало. Под сиденьем и в щелях разных сидят. Этого добро хватает. Вот если бы ученые смогли приручить этих кровососов как пчел, это было бы конечно замечательно. Какую-то пользу не могу конечно приносить, но какую я пока сказать не могу. Двигаюсь повторю по обездной дороге мимо Новосибирска. Двигаюсь в полном цикле впервые, потому что раньше я заезжал в Новосибирск на полпути примерно с обездной дороги есть такая возможность. Обычно объезжал или через город или по южной обводной дороге. Там есть эти видео, там при желании можно найти. Дорожное полотно конечно выматывает тем, что мелкая вибрация сказывается. Вот пожалуйста замечательный участок тихо спокойно. Вот это дребезжение оно и на подвеске сказывается и вообще на техническом состоянии автомобиля. Движение по одной полосе в каждую сторону. Виден износ дорожного полотна. дорога нуждается скажем так в ремонте. Вот гладкий участок просто приятно ехать. Это по всей вероятности дорогу ремонтировали фрагментарно небольшими участками. Едешь спокойно все замечательно. Но в какой-то момент начинается дребезжание, тряска такая небольшая. Стараюсь всегда принимать правую сторону, чтобы пропустить, если вдруг сзади кто-то догоняет торопится. Пейзаж сами можете наблюдать. Местность более-менее открытая. Значит в зимний период тут будет все занесено снегом. Обочина имеется. Есть отбойники там где дорога проходит над оврагом. движение средней интенсивности даже может быть меньше, интенсивность движения слабая. Что за строение справа не знаю. Слышно как работает радар детектор. Значит где-то что-то стоит. Я имею ввиду фиксация фотофиксация фотофиксация на превышение скорости. Так сейчас я почитаю комментарии какие были. Отвечу на вопросы прокомментирую. сообщения в обычном режиме. Так логин Ирина до до Мурманска не такие как сейчас вы стали делать не такие как сейчас вы стали делать. Я имею ввиду в реальном времени с комментариями. Может если сделаете свой сайт можно добавить комментарии там я про Мурманск. Я посмотрю если не будет больше маршрута какое-то время наверное переделаю видео из Мурманска Мурманск без ускорения размещу на ютубе. Повторю, что ознакомившись с некоторыми видео я на самом деле очень сильно расстроился что картинка никак не соответствует аудиосопровождению. В общем над этим вопросом подумаю. Так Ирина Носкова Да было бы здорово но будем надеяться что с сайтом все получится. Ну и так как сейчас те видео тоже очень хорошо просто теперь есть с чем сравнивать поэтому и сожаление Я плохо вижу Я все равно все ваши видео смотрю с уменьшенной скоростью и нормально почти как в реале Ну уверяю что даже если смотреть в замедленном варианте ускоренное видео качество картинки здорово выступает хотя бы по той причине что я говорил от видео от 12 серии там по-моему было около 25 гигабайт на оригинале на сайте ютуба там что 1 гигабайт то есть качество уменьшилось в 20 раз печально конечно это но я сейчас озабочен тем что чтобы как можно более реально более эффектно преподнести картинку ну естественно сопроводить комментариями что комментарии я сам убедился значительно интереснее и полезнее хотя с таким голосом конечно комментировать но другого к сожалению нет так максим ефимов пишет а у вас еще были поездки или еще будут в ближайшее время ну про ответил что плейлистах у меня много маршрутов от мурманска до якутска водивостока и так далее будут или нет покажет время я стараюсь не загадывать по разным причинам потому что планировать поездку я уже говорил как-то что если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах вот сейчас я поездку предлагал обогнать мигнул правым поворотником сообщил о том что полоса свободна встречных автомобилей нет обогнал его я мигнул аварийку два раза поблагодарил за вежливость то есть это неприемлемая ботика она должна быть у всех водителей кто двигается на дальние расстояния если например на трассе впереди идущий большой автомобиль закрывает вам обзор и водитель грузовика фуры там дальнобойщик мигает левым поворотником значит ни в коем случае идти на обгон и переезжать автомобиль нельзя так как или он сам будет выполнять обгон пошел на обгон или же встречная полоса занята если он пару раз мигнул правым поворотником он вам говорит что встречного движения нет вы можете свободно без проблем обогнать так это небольшой затор ремонт полосы ну сейчас вы можете рассмотреть проплешины на дорогах то есть слой верхний слой изношен был ремонт какой-то небольшой верхний слой изношен и дорога нуждается скажем так в каком-то ремонте комментариев комментариев больше нет посмотрим сообщение сообщение три сообщения так сейчас вставим логин рита рита спасибо рита рита михаил михаил или майкл логин у меня с иностранным языком проблемы поэтому я не знаю как правильно прочитать михаил или майкл тоже поздравляют так третье поздравление но я тут даже не могу прочитать на набор букв английских спасибо ребята благодарю за теплые слова садовое пожелание да мне сегодня день рождения новорожденному исполнилось исполняется 65 лет ребенку так приятно читать сообщение спасибо еще раз благодарю и надеюсь насколько хватит сил здоровья и возможностей о грохот такой вроде бы ровная дорога трясет это микрофон видеорегистратора говорит о том что дорога вот такая вот скрипучая да еще раз благодарю спасибо я думаю мы еще увидимся так в этой серии постараюсь рассказать о диалогах с гаишниками это может вам пригодиться вот сейчас движение слегка замедлилось значит ситуация следующая впереди идет тихоход фора гаишниками или сопровождает его или или же провоцировать водителей на обгон но что будет дальше посмотрите пейзаж сменяется деревьями сменяется такой более живописный красиво но говорю картинка немножко портит то что солнце в лицо практически отражение на лобовом стекле торпеды хотя я закрываю торпеду закрываю специальной тряпкой видно эти присоски отражаются присосками прижимаюсь к стеклу и ткань поглощает вот только что проехали прибор вдоль дороги стоит с правой стороны это обманка потому что радар-детектор никак не отреагировал ткань она поглощает лучи но тут видно не очень удачно разместил вот торопега пытается обогнать увидел ДВД спрятался выглядывает слева прячется мы будем наблюдать что произойдет дальше ткань не поглощает лучи и более-менее но тут очень неудачно с утра и некогда было не то что некогда очень дискомфортно когда полный салон вот этой братвы летающей кровососов я имею ввиду там не очень комфортно сидеть и как-то обустраивать автомобиль так что это у нас что это за мост это мост или через железную дорогу или через обе мы посмотрим дальше не могу сам понять боковое окно конечно видимость гораздо лучше панорама все а вот ограниченный угол обзора видеорегистратора конечно не дает полной картинки да это был мост через железную дорогу через автомобильную дорогу обе будет впереди экспозицию видите как видеорегистратор не очень хорошо выбирает вот эта яркая засветка облака она немного портит не дает полностью передать цвет или как сказать равненной местности движение происходит в спокойном режиме скорость видите 70 с небольшим и разрешенная скорость тут 90 вот явно видно впереди ура и она не очень спешит за ней двигается гибддшная машинка но провоцирует по всей вероятности вот сейчас на моем будет мост через ОП надежды на то что кто-нибудь на мосту пойдет на ОП но это недобросовестность нет это еще не мост через Лот дальше будет это недобросовестность вот такие вот действия такая вот локационная направленность работников ГИБДД конечно не улучшает их имидж не улучшает к ним отношения водителей я расскажу был один случай со мной в Ростовской области давно это было зимний маршрут ехал по навигатору вот и вдруг навигатор меня тащит на развязку я ухожу на развязку вот и тут же он перестраивается требует чтобы я подсказывать чтобы я развернулся на ближайшем возможном месте говорю дорога вся в снегу ничего не видно но проехал немного увидел с левой стороны небольшую такую площадку там или кафе было или магазин сейчас уже не помню и в этот момент из-под снега увидел четко ясно прерывистую линию разворачиваюсь в этом месте и выезжаю опять на трассу вдруг смотрю за мной двигается машина ГИБДД мигает фарами и там что-то крякает микрофон и остановился подходит позатенький дяденька и так участвовал спрашивает заблудитесь я говорю да плутанул немножко поехал по навигатору и он меня сбил с пути это же а почему нарушаете что я говорю нарушил вы пересекли сплошную линию где и пересек вот там-то там-то мы видели мы наблюдали во-первых у меня уже был видеорегистратор это я четко знаю помню что нигде я не пересекал сплошную линию он сел в салон и отмотал немножко это видео и стал показывать ему и вот тот момент где я начинаю разворачиваться вот мы проезжаем реку обе мост через реку обе и вот там где я начинаю делать разворот четко ясно на видеорегистраторе видно что прерывистая линия я смотрю на него и говорю ну что где нарушение нужно было видеть его лицо выражение его лица было такое ощущение как будто его оскорбил в самых искренних чувствах как будто там не знаю такое ему личную обиду оскорбления нанес он вышел из автомобиля ни слова не говоря так хлопнул дверью что я побоялся что стекла повылетают вот могут такие люди вызывать уважение или нет у меня они не могут вызывать вот с правой стороны место для ночевки для отдыха для привала как туда заехать я не знаю надо полагать сейчас будет какой-то надо смотреть я прозевал это место с правой стороны походу было как съехать туда отдохнуть но видно было с дороги что место неплохое вот такие люди как о котором я сейчас рассказал конечно не вызывают уважения они никак не способствуют росту имиджа этих сотрудников как-нибудь расскажу еще в случае общения с гаишниками вот и сейчас видите четко ясно идет фура за ней следует машина гильза D и вот они собирают хвост вот как в данной ситуации поступить прерывистая линия пойти на обгон но это уже будет там двойной тройной обгон вот фура даже не делает попыток принять вправо чтобы пропустить идущий за ней транспорт на нервы действует честно говоря этот звук видеорегистратора этот треск вот этот дребезжание вот радиоэфир свободен общения никакого лисистая местность очень недолго осталось обойдем Новосибирск вы сами видите какая обстановка я имею ввиду инфраструктуру стыки залитые битумом швы вот это убивает подвеску это очень плохо сказывается на ходовой части автомобиля он сейчас в состоянии ожидания ожидания вот еще один увидел гибддшника посмотрим его действия пошел на обгон и тут же спрятался так вот освобождает а нет это уход поворот направо автомобили так это мы уйдем на развязку это мы закончим обход Новосибирска по северному обводному пути выбирайте сами как ехать или по обводной дороге или через Новосибирь что такое я кашляю в автомобиле так все ушел один на обгон что мы видим гаишники не думают его догонять значит он наблюдает за фурой пасет по всей вероятности фурой возможно он идет с перегрузом так понаблюдаем еще немножко возможно он идет с перегрузом и на посту его тормознут я уже говорил что появились на трассе мобильные пункты что такое Платон но здесь как мне кажется Платон видит с этими сигнальными огнями за фурой дадут чуть позже я расскажу о том как нужно общаться что ли с гаишниками если они вас остановили тихоход вот он по идее гаишник должен организовать чтобы фура не мешала движению но как видите какая-то игра идет тут я завершаю маневр не совсем корректно вижу как за мной увязался этот автомобиль гибдд но у меня есть одна особенность и она у гаишника вызывает сомнения останавливать меня или нет но уверяю он двигается за мной так значит вот как мы как нужно диалог водителя с водителем с инспектором гибдд по внутренней инструкции как общаться с водителем инспектору предписано представиться там как-то предложить предъявить документы на автомобиль объяснить причину остановки и начать составлять протокол но зачастую и почти во всех случаях начинается диалог остановил полосатой палкой дядька машину подходит во первых поражение лица такое варяжное какое-то приторно сладкое вот и начинается куда спешим куда опаздываем откуда едете зачем едете и вот сейчас в надежде что меня догонят и остановят вот я в предвкушении этого диалога настроение вот этот момент помню не очень было такое комфортное я просто мечтал о том что он меня остановил и начал диалог вот именно в таком формате так вот первая заправка пытаюсь надо будет заправиться сбавляя скорость и в этот момент вот он гаишник меня с левой стороны обходит вот он поехал дальше ну я надеюсь что он меня остановит на посту гаи и начнет такой диалог так здесь машины стоят но идет слив топлива и поэтому заправка когда закончится не знаю поэтому я не стала ждать терять время сколько это пройдет там шлаги не вставили но заправка не идет поэтому я трогаюсь дальше дальше пост гаи но к сожалению к сожалению никто меня не останавливает а там машинка это стоит гаишная гибддшная ну они вот пасутся тем что тормозят большие грузы вот кстати тоже место для привала я думаю неплохое с правой стороны тормозят большие грузы перегруз и так далее начинают раздевать водителей но с одной стороны правильно нужно наказывать или плати государству или же не бери сверх нормы потому что тот сверх нормативный груз вот из-за него вот этой дороги колейность появляется и вот большой слышите работает радар-детектор с правой стороны я не заметил по правде говоря радара но моя белка меня предупредила белка я имею ввиду белтроник справа какой-то торговый центр так на чем я остановился то если он начинает вот таким образом вести диалог я имею ввиду сотрудник гибдд а почему а зачем а куда как можно как не стыдно это говорит о том что перед вами взяточник что перед вами вымогатель вот этот оборотень или как еще назвать его и смотрит такими глазками хитрыми что мол предложишь иногда в прямую говорят ну что будем делать мой ответ всегда простой по закону нарушил оформляйте заполняйте протокол но имейте ввиду я не нарушал правил дорожного движения вот у меня все записано на видеорегистратор общение в суде будете проводить общаться с юридической службой все документы будут предоставлены службе безопасности и и диалог у вас будет с ними 99 процентов тут же возвращая документы езжайте больше не нарушайте 99 процентов ну один процент начинает интересоваться а что какая служба куда зачем вот ну я в таких случаях говорю а с такой целью интересуетесь зачем вам это нужно это входит в обязанности узнать куда я еду зачем я еду что за служба безопасности у вас документы на руках если я нарушил заполняйте документы оформляйте нарушение вот бывали случаи когда они заглядывали в салон автомобиля у меня там всего по напиханам и видеорегистратор и радар детектор и навигатор еще и планшет иногда вставляет для удобства и радиостанция и плюс ко всему или на руке или на торпеде лежит маячок который отслеживает моё движение по дорогам россии показывает направление движения скорость ну всю такую информацию скоростной режим то есть полностью под контролем а что это такое а где это и частенько вызывал интерес сам маячок это такая черная коробочка лежала на панели и там была красная кнопка с надписью SOS а что это за SOS а что это за кнопка хотите узнать что она означает можете нажать ее но имейте ввиду что я никуда с этого места не сдвинусь вот и буду стоять здесь и пока все не разрешится а что такое говорю ну вот все что я могу вам сказать хотите нажать нажимаете реакция все езжайте счастливого пути удачи и так далее ну спасибо за пожелания спасибо за удачу не ну это дребезжание меня это раздражает сейчас я стал на руке носить новый маячок он тоже отслеживает все эти функции у него есть передвижение вот плюс ко всему у того кто наблюдает за моим движением он может в любое время включить прослушку в салоне я даже об этом знать не буду и прослушать что происходит в салоне и когда останавливать я тоже показываю этот приборчик наподобие часов и говорю у меня есть времени не больше пяти минут потому потому что если я останавливаюсь больше чем на пять минут включается система автоматики и идет запись с микрофона который у меня на руке тоже это вызывает определенный шок определенную реакцию но недобросовестные они боятся огласки боятся какой-то информация о них стараются тут же прервать диалог и дальше разговор не производить я говорю что если у меня будет остановка больше пяти минут и даже не запишут разговор который на руке и позволяет в радиусе пяти метров все прослушивать мне придется писать объяснительную записку почему я остановился я скажу что меня остановил инспектор ГИБДД на видеорегистраторе все записано нужно будет писать объяснительную почему я остановился я напишу что остановился потому что инспектор ГИБДД меня вымогал взятку реакция была это очень интересно но я же не вымогал взятку не вымогал взятку я напишу что вымогал и потом объясняйся доказывая свою правоту вот вот примерно вот такой такая обстановка ситуация такой диалог когда останавливает сотрудник ГИБДД если он взял документы и вы на самом деле нарушили правила дорожного движения там ну что то такое вот можете написать что согласен можете писать что не согласен если напишите что не согласен в зависимости от нарушения вот или будут приниматься меры или он это протокол аннулирует двигаемся в сторону Кемерово двигаемся в сторону Кемерово Дорога сами видите вроде бы гладкая вроде бы нормально но ставить ей оценку даже хорошо но с большим с большим натягом потому что полотно дороги заставляет дребезжать под подвеску вот кстати на участке от Новосибирска до до Кемерово дорога вот такая примерно вся такая дорога с виду нормальная но на самом деле микрофон видеорегистратора вам говорит что он из себя представляет очень хороший участок дороги от Кемерово до Красноярска но сегодня я туда не поеду но можете поверить на слово широкое по две полосы в каждую сторону гладкое ровное полотно отбойники разметка то есть сделано на уровне сказать что за этой дорогой не следят не наблюдают ну я бы на себя такую смелость не взял за дорогой следят но по каким-то причинам может быть финансирование может быть есть более тяжелые участки дороги но вот этот участок я говорю что с натягом четверку ну три с плюсом скажем так я бы поставил тем более инфраструктура тут не очень развита но то что полосы движения потоки разделены то что потоки разделены отбойниками это очень хорошо особенно в ночное время особенно при плохой видимости и при плохих погодных условиях двигаюсь с запустимой скоростью потому что радар-детектор потому что радар-детектор вернее не радар-детектор а навигатор он начинает своим таким вот на нервы действовать так команда мегафон поздравляет так радио хм еле слышно грохот но скоро будет поворот налево будет развязка поворот на томск вот и по этому участку от трассы я по дороге в томск я поеду впервые я уже второй день у меня по моему второе дыхание двигаться можно сколь угодно в таком режиме кстати вот такой мой как бы совет или подсказка или рекомендация ни в коем случае не навязываю никому что если отправляетесь на дальнее расстояние ну там 3 5 10 тысяч километров планируете примерно если не каждый день то хотя бы через день принимать душ там легкую баньку как-то сбросить усталость это здорово освежает дает какую-то энергию энергетику вот самочувствие отличное великолепное во всех отношениях и настроение хорошее и физическое состояние конечно возраст сказывается есть какие-то об этом не буду говорить так пейзаж однообразный никаких таких потрясающих пейзажей пока не наблюдаю что будет на участке м53 и томск ну это посмотрим на видео если например в новосибирской области там эти кровососы то то в томской области к ним добавляли добавились еще и бабочки такого количества бабочек белокрелок или как их называют я тоже не видел просто море было море и на дороге и в воздухе ну дай бог эту серию буду размещать я об этом скажу до конца до конца до конца этой серии осталось начать десять и вновь минут десять в общем движение проходит в обычном нормальном режиме и будет проходить Дорога до Томска. К этому моменту я еще вернусь, когда на развязке уйду в сторону Томска. Температура за бортом в данный момент очень высокая, не знаю сколько градусов, может порядка 27, но очень душно, очень жарко, такой плотный тяжелый теплый влажный воздух. Очень важно, очень помогает в такой ситуации кондиционер. Температура в салоне комфортная, порядка 18 градусов, на 17-20 работает этот как его. Работает ионизатор, запах озона чувствуется, свежий воздух, бодрость. Кстати, если слышите как на стыках стучат колеса большегруза форы, то есть поверх бетона положили асфальт. Слышен стук. Так, если будете приобретать этот автомобильный ионизатор, имейте ввиду, что на рынке очень много подделок. Просто обманка. Капиа проверяют. Включил прикуриватель. Видишь, горит светодиод, значит он работает. Я сразу скажу, что все это фигня. Горящий светодиод еще не означает, что это полноценный, что это не обманка, а полноценный ионизатор. Сразу, если ионизатор нормальный, то сразу чувствуется запах озона. Сразу. И вторая примета, как можно определить, настоящий ионизатор от обманки, от подделки, это его вес. Настоящий ионизатор он тяжелее, значительно тяжелее. Я говорю, у меня был случай, я по-моему рассказывал, но повторюсь, заказал в интернет-магазине ионизатор. Там было два варианта. Или оплатить на месте, или ждать, когда привезет курьер. Но курьер обещал провести, по-моему, через день или через два. А мне на другой нужно было уже выдвигаться на маршрут. Поэтому я сам поехал. С большим трудом нашел этот интернет-магазин. Взял в руки, чувствую, что этот ионизатор не совсем меня устроил. Вес ионизатора. Я заявляю продавщице, что я его оплачу, если на ваших глазах разберу и увижу, что там на самом деле есть и микросхемы и трансформатор. Она говорит, я это позволить не могу. Вы можете оплатить на моих глазах, его вскрыть и потом, в случае чего, сдать его назад. Ну, что я и сделал. Я вскрыл, оплатил деньги, вскрыл у нее на глазах. А там вскрывать-то нечего. Просто отворачиваешь подохранитель, я весь на ладони. Открываю на самом деле провод, одно сопротивление и светодиод. Все. Я ей говорю, это обманка, это подделка, я его брать не буду. Написал заявление, сдал, она мне вернула деньги. А так вот привез бы курьер. Конечно, назад бы я не поехал его сдавать. И в дороге остался бы без ионизатора. Вообще, вот этих вот, кто занимается подделкой всего этого, конечно, надо наказывать не только рублем. И потом, приобретая ионизатор автомобильный, Смотрите на цену. Вот если слишком низкая цена, там по нынешним ценам, по нынешним расценкам, 300-400 рублей, то сразу можете разворачиваться и уходить. Хороший ионизатор, действующий ионизатор, он стоит порядка тысячи рублей, не меньше. Ионизатор удаляет посторонние запахи, особенно ночью, когда спишь. Вот только что проехали камеру фиксации, которая работает на скорости. Ну, мы двигаемся в пределах допустимой скорости. В пределах допустимой у нас скорости. Поэтому опасаться нечего. Чем хорош Белтроникс? Я его называю Белка. Хоть он и дорогой, но давным-давно этот себя окупил во всех отношениях. И то, что заранее предупреждает об опасном участке, то есть там, где стоит фото-видео фиксация, он реагирует радиус действия этого радар-детектора примерно 5 километров. То есть он воспринимает отраженные волны от деревьев, от домов, от скал, от каких-то гор. И об этом уже известно примерно за 5 километров. Там несколько вариантов есть. И движение по хайваю, и по городу, по городскому режиму, в городском режиме. То есть, как известно, на радар-детектор действуют и эти заправочные станции АЗС. У них двери автоматические. И вот это излучение автоматики дверей тоже воспринимается видеорадар-детектором. Кстати, он может служить и подсказчиком того, что где-то... что где-то неподалеку находится заправочная станция. Ну, это как вспомогательный, скажем так, элемент или инструмент. Были случаи, когда радар-детектор, ну, реально выручил, реально помог, что ли. Сейчас не помню, где, по-моему, в Рязанской области ехал или подъезжал к Рязани со стороны Самары, не помню. И слышу, что радар-детектор устойчиво работает на какое-то излучение. Предупреждает, идёт сигнал, что работает излучатель. Впереди тихо движется автомобиль. Я пристраиваюсь за ним. Вот. И слушаю радар-детектор. Пауза всё меньше и меньше. То есть, частота пипиканья, бибиканья увеличивается. За мной скопился хвост тоже маленьких автомобилей. Там 6 или 7 автомобилей. Двигаемся с очень маленькой скоростью. Там ограничение было, по-моему, порядка 40 километров. Ну, может быть, из-за дорожного полотна или ещё что. Ведь гаишники как хотят, так и ставят знаки. Ну, неважно. В общем, двигаемся такая колонна. Медленно текущая. Впереди идущий не думает уступить дорогу. И сплошная разделительная линия. Вдруг смотрю, джип вылетает навстречу и полетел. Проезжаем, наверное, с километр. Смотрим, стоит машина ГИБДД. Рядом припаркованный джип. И идёт дискуссия между водителем джипа и гаишником. Чем она закончилась, дискуссия, я не знаю. Но проехал этот момент. Примерно, наверное, через километра 3 или 4 опять слышу радар-детектор. Этот предупреждает о том, что впереди кто-то с радаром стоит. И в этот момент джип, который уже имел печальный опыт, обгоняет меня. Снова обгоняет меня. Проезжаем небольшое расстояние. Он опять стоит припаркованный. Опять ГИБДДшник. Стоило, не знаю, может у него там какие-то особые корочки или ещё что-то особое. Но вот такая ситуация была. Я ехал, смеялся. Потом третий раз он меня обогнал. Но это уже... Я его потом больше не видел. Ну, наверное, трасса была свободна. Особую засаду, вот эти вот жёлтые знаки. Вот тоже непонятно. Дорога вроде бы нормальная, да? Ровная. Почему ограничение 50 км в час? Ремонт дороги? Или временный знак? Или что? Ну, вот проезжаем. Мир ремонта. Или населённый пункт. Да, населённый пункт. Населённый пункт. Всё нормально. Всё по закону. Появляется радиообмен. Появляется радиообмен. О чём говорят, я не разобрал сейчас. Ну, ещё обращайте внимание на такую особенность. Если впереди вас появляются следы резкого торможения, вот эти вот чёрные такие, от больших грузов, значит, что... Значит, что... Так, я превысил допустимую. Значит, что... Или же там сильное повреждение полотна, может, просадка, может, яма. Может, ещё какая-то неприятность. Но обращайте внимание, если видите чёрные следы от резкого торможения, лучше всего сбавить скорость и какое-то время двигаться на... Двигаться предельно осторожно на минимально желаемой, что ли, скорости. Вот. Может быть, это следы от того, что... Возможно, там была напряжённая дорожная обстановка. Вот поэтому было... Было резкое торможение, чтобы не совершить ДТП. В общем, два варианта. Или там было ДТП, или опасная ситуация с ДТП... или же повреждение дорожного полотна. Вот эта особенность, обращать внимание на следы торможения, она очень важна на трассе Амур от Читы до Хабаровска. Там очень часто можно было видеть следы резкого торможения. Движение интенсивности там очень слабое, очень... даже... очень слабое движение. Но чем вызваны вот эти следы торможения? Это тем, тем, что там была просадка дороги. Ну, это недобросовестность дорожников. Вот и многие, вот я наблюдал немногие, несколько случаев я видел, когда вот резкие следы торможения, далее просадка, машина обычно в этом месте сильно бьет, и далее наблюдал самое печальное, самое горькое, то, что на дорожном полотне следы масла. кто-то или днище картера пробил, или какие-то были очень серьезные последствия. То есть я считаю, что вот на эти моменты, на такие нужно обязательно обращать внимание. Видели резкий тормоз кто-то сделал, сбросьте скорость, проедете этот участок, но аккуратно. И вот на трассе Ямур от Четыгорю до Хабаровска вот такая особенность была. Она всегда настораживала. первое время первое время видел, но как-то не обращала внимания. Но из-за того, что скорость там была невысокая, на этих просадках, конечно, здорово просаживала. Вот. Но потом уже третий-четвертый раз двигаясь и замечая такую особенность, естественно скорость резко сбрасывала. Вот сейчас двигаемся в сторону Кемерово. Взяли левее. Вообще-то дорогу до Кемерово можно было бы сделать по две полосы в каждую сторону. Все-таки интенсивность не самая слабая. Или же сделать по три полосы с участками, где можно совершить обгон. А еще лучше сделать по две полосы. И тогда, конечно, интенсивность движения увеличилась бы. Да и состояние дороги сейчас, видите, не как обычно сравнивают с Европой. Но достаточно хорошее по сравнению с тем, что было 5-7 лет тому назад. тогда тоже был асфальт. Но были ухабы, были ямы, были рытвины. Но сейчас полотно более-менее ровное. Но из-за того, что видать интенсивность движения не слабая, мы видим, как верхний слой асфальтового полотна изнашивается. И под слоем проступает уже как бы старое полотно. Я не специалист, не берусь судить почему. Может быть, дорожники не совсем добросовестные. Может быть, автомобилисты имею в виду высшие грузы не совсем порядочные. И только по официальным данным 40% больших грузов идут с перегрузом. А по неофициальным данным все 70%. Вот место для остановки, для отдыха. И вот эти автомобили с перегрузом я считаю виновны в том, что появляется колейность, повышенный износ поверхностного слоя дороги. это причиной всему они. Перегруз. Это, на мой взгляд, но я могу ошибаться. Ну а раз сейчас уже принес закон, что дорожники гарантируют 12 лет эксплуатации беспроблемной дороги, то, думаю, что и возникнет, резко поднимется число мобильных пунктов Платон, которые будут на дороге, на трассе определять, идет ли автомобиль с перегрузом или заплатил он за груз или нет. Я считаю, что это правильно. Потому что от этого страдают не только водители больших грузов, но и водители маленьких машин. Вот с левой стороны тоже там и заправка, и отель для отдыха. Это чем я останавливаюсь? Я уже не помню. А, хотел заправиться, хотел заправиться, но видел двойную сплошную. Рисковать не стал. Проехал немного дальше. И с правой стороны вижу, вот видите, она как бы не то, чтобы засада, не то, чтобы подстава. Вы ушли из маршрута. Разворот налево. Так, сейчас проверим, в чем дело. Так, понятно, в чем дело. Так, значит... Вот нужно заправиться. Не знаешь, есть впереди заправка или нет. И сплошная линия. А на заправке может сидеть доблестный сотрудник ГИБДД и предъявить потом претензии. Пересечение двойной сплошной. Заехал на заправку. Нарушил правила дорожного движения. Это непорядочно. Можно по-крайней мере как-то по-другому проинформировать водителей, что есть заправка с правой стороны. Кстати, это такая ситуация не единичная. Таких очень много. И вот обратил внимание, что не только здесь и на других трассах такая же обстановка. то есть специально вводит или в заблуждение, или... Это я поправляю вот эту тряпку, которая должна поглощать блики. Но не очень аккуратно, как вижу. И считаю, что поступил правильно. Потому что убежденность в том, что там сидел на заправке с полосатой палкой дядька, я в этом почти уверен. И, наверное, он уже потирал руки, когда думал, ага, вот он мне пять тысяч сейчас повернут ко мне. Но дядя обломилась. Дядя обломилась. Ну, сейчас залью немного бензина. Ну, а в следующей серии движение начнем вот именно от этой заправки. Ну, вот пока все.